МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В это день 6 мая, Радирес. Петр Волконский, один из приближенных к Александру I, за твердость характера прозванный Каменный князь, активный участник наполеоновских войн. Пилот Николай Гастелло прославился тараном вражеской танковой колонны. В этот день 6 мая 1715 года в России издан артикул воинский, первый военный у колонны и военно-процессуальный кодекс России. 6 мая 1942 года прошел уникальный футбольный матч между командами СКА и Динамо. Для поднятия духа его проводили в осажденном Ленинграде. Игроков вызывали с фронта. 6 мая 1803 года император Александр I принял решение о создании оздоровительного курорта Кавказской минеральной воды. Что может быть для страны стратегическим ресурсом? Нефть, уголь, золото. Оказывается, даже вода. О лечебных свойствах минеральных источников на Кавказе знали очень давно. Подтверждением чего служат древние каменные ванны, вырубленные прямо в горной породе, в Пятигорске и Кисловодске. Появление первых работ по изучению источников связывают с именем Петра Великого. Именно он отправил на Кавказ своего лейб-медика Шобера, а позднее сдал указ, в котором объявил эти родники государственной собственностью. Правда, лишь его проправнук император Александр I, засучив рукава, взялся за благоустройство кавказских минеральных вод. В 1803 году государь подписал рескрипт о признании государственного значения кавказских минеральных вод и необходимости их устройства. Государь дал задание архитектору Николаю Львову устроить на водах лечебные заведения. Врач и исследователь Федор Петрович Гаас, знаменитый благотворитель, писал монарху. «Я нашел доказательства многовекового бесплодного течения этих вод в некогда невозделанной местности. Ваше царство не откроет эпоху, когда они будут струиться ради цели, которую им определил Господь». Но задача была не только в том, чтобы открыть лечебницы, но и как можно скорее ввести Кавказ в экономическое поле России. Земля эта прилегала к пока еще небокоренному Горскому Кавказу и могла отделить очаги сопротивления от спокойной мирной зоны. Еще Екатериной II был предложен принцип, что окраина должна развиваться так же, как центр. А Александр I был убежден продолжателем традиций своей великой бабушки. Нынче же поручая вам приступить к устроению и всех тех заведений, кои для удобности врачевания и выгод больных признаются нужными. Первые начали строить крепость в районе Кисловодска под руководством архитектора Николая Львова. Вместе с ним из Санкт-Петербурга приехал доктор Григорий Сухарев, который занимался исследованием. Но планы воплотить в жизнь не удалось. С 1804 по 12 год регион охватила эпидемия чумы. А позже и средства у казны не было из-за войн. Реализация проекта началась в 20-е годы 19 века, когда наместником стал генерал Ермолов, военачальник и главный управляющий гражданской частью на Кавказе. Он очередил строительную комиссию по развитию курортов. По его ходатайству правительство Российской империи выделило 550 тысяч рублей на благоустройство Кавказских минеральных вод. Чтобы заселить курорт, правительство за 5 лет освободило переселенцев от налогов. В середине 19 века в Пятигорске было 5 тысяч жителей. И уже тогда лечение здесь стало невероятно популярным. Ироничные строки Пушкина. Машук, податель струй целебных, вокруг ручьев его волшебных, больных теснится бледный рой, страдалец мыслит жизни нить, в волнах чудесных укрепить, кокетка злых годов обиды, над ней оставить, а старик помолодеть хотя бы на миг. Другой классик Лермонтов написал свой великий роман «Герой нашего времени» в Пятигорске. Он признавался, что очарован Кавказом. Профессор Эйхенбаум, исследователь творчества поэта, отмечал, что Пятигорск славится лермонтовскими местами. Весь город, начиная с таких зданий, как ресторация и домик Лермонтова, и кончая горами Бештау и Машук, представляет собой исторический экспонат, связанный с жизнью, творчеством и гибелью поэта. Упоминание двух великих поэтов не случайно. Курорты стали центром притяжения всего цвета империи, и творческого, и великосветского. Сегодня Кавказские минеральные воды – это группа курортов федерального значения. В нее входят Пятигорске, Словодске, Сентуки, Минеральные воды, Железновоз, Георгиевск и Лермонтов. Сегодня общероссийская здравница, недавно всесоюзная, а когда-то всеимперская.